Чуваки, всем здорова, поздравляю вас с днём студента, ну а вы не забывайте подписываться на канал, ведь когда будет 4 миллиона подписчиков, мы выпустим 30-минутную новогоднюю короткометражку. Всем приятного просмотра. Сегодня день студента, вроде бы и радостно, вроде бы и праздник, только я почему-то все дни студента не помню. Пацаны сказали, что точка встречи возле магазина. Я пришёл под магазин, никого нет. Ну ничего, подождём. Стало холодно, решил зайти в магазин взять кофе. Чтобы не терять время, я взял вместо кофе пиво. Начал искать, чем бы его открыть. Попробовал ключами. Не вышло. Попробовал облестницу. Не вышло. Попробовал глазом. Не вышло, ещё и глаз стал болеть. Понял, что крышка просто откручивается. Типил. Выпил пиво. Теплее не стало, но стало веселее. Пришли малые. Я спросил, почему они так долго. Они сказали, что прихорашивались. Интересно, с чего бы это? Малые сказали, что весь универ сегодня тусит в клубе. Ну, ничего за 6 лет не поменялось. Малые показали флайера и сказали, что мне надо купить такой же. Стоит он сотку. Хе-хе, лохи. Для них, походу, будет сюрпризом, что под клубом флайера будут раздавать бесплатно. Подошли к клубу. Я спросил, не хотят ли они выпить. Малые сказали, что хотят, но уже в клубе. Я спросил, сколько у них денег. Они скинули всё одному. Да, не густо. Я сказал, что за такие деньги в клубе им дадут разве что воды. И то из крана попить в туалете. Ладно. Там у меня знакомый работает бариком, что-то придумаем. Мы подошли на вход к охране. Малые понадували рамы, типа они взрослые. Меня пустили сразу. Малых спросили, сколько им лет. Двадцать пять? Дебилы. Охранник сказал, что малые сегодня не заходят и, видимо, ещё пару лет. Малые расстроились. Ладно, не кину же я их. Предложил им поступить, как настоящие студенты. Пойти купить в ближайшем магазе бухла и пить возле клуба. Типа мы уже оттуда. Подошли к магазу. Купили две бутылки рома. Ну, судя по этим дрыщам, одну мне и одну им. Малые спросили, что на закуску. Закуску? Вы серьёзно? А, хотя да, они же дрыщи. Взял пачку крабовых палочек. Малые сказали, что это гадость. Ой, типа им не пофиг, чем их будет тошнить. Подошли к лавочке в парке. Разложили пластиковые стаканчики. Начался этот обязательный спор, у кого крепче рука. Малые единогласно решили, что наливать буду я, как самый опытный. Выпили одну рюмку. Вторую. Третью. Бухла не осталась. Остались только самые стойкие ребята. Ох, понеслась душа в рай. Я сказал пацанам, что пойду за добавкой. Пончик предложил пойти навалять охраннику. Ого, Пончик дерзкий. Я сказал оставаться ему тут, а сам подвыпишу и пошёл за добавкой. Ух, дальше я всё помню отрезками. Но пришёл обратно уже с Игорьком. Пацаны поздоровались с ним очень странно. Я спросил, почему малые называют Игорька Игорь Палычем. Оказалось, что это наш куратор. Мы выпили ещё бутылку. Я остался с Игорьком. Мимо проходил паренёк с гитарой. Как вовремя. Самое время для гитары. Игорёк сказал, что не умеет играть. Хе-хе, я тоже. Я помню белые обои, чёрную посуду. Нас в хрущёнке двое. Но мы откуда? Откуда? Паренёк сказал, что ему пора домой. Забрал гитару и забрал Игорька. В смысле? Оказалось, что это сын Игорька. Его за Игорьком прислала жена Игорька. Я остался один на лавке. Ко мне подсела какая-то девушка. Она спросила, не хочу ли я её сводить в клуб. Я сказал, что хочу. Встал с лавки. Оказалось, что этого не хочет мой организм. Понял, что нужно спустить клапана. И я попросил минуточку. О, кайф. Ко мне грозно подошёл охранник. И в этом состоянии я не нашёл отмазки лучше, чем просто показать ему флайер. И только под утро я понял, что будучи в парке, я пошёл справлять нужду под клуб. Испанский стыд. Ну, зато хоть за своих пацанов отомстил. Короче говоря, День студента. Йоу, ребята, всех ещё раз с праздником. Давайте так, 110 тысяч лайков, и мы начинаем снимать следующее видео. Всем приятной тусовки. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok